Во имя Отца и Сына и Сына, и Света, Годуха, Аминь. Избранные из беседы святого Иоанна Затаустова. Раб Христов более познается по кротости своего права, нежели по имени, которое дали ему родители. Бог любит рот человеческий не столько за девство, за пост, за презрение богатства, за готовность простирать руку помощи нуждающимся, сколько за кротость и скромность нравов, так как и самая готовность помогать нуждающимся происходит во всех любящих Христа, ни от чего иного, как от их доброты, и как потоки из родников, так попечительность о бедных проистекает из кротости нравов. Ибо всякий смиренный и кроткий легко склоняется к человеколюбию и не может оставить без внимания находящихся в бедности, считая бедность других собственным несчастьем. Зависть хуже всего, а человек добрый и кроткий, не допускает в душу свою этой злой болезни, но, видя своих братьев благоденствующими, он сорадуется и соутешается, считая благоденствие других собственным благоденствием. И, почитая все общим у друзей, сорадуется им в счастье и сострадает в несчастьях. Таковы дары кротости, такова жизнь живущих в смирении. Кроткий есть отец-сирот, защитник-вдовиц, покровитель бедности, помощник притесняемых, всегда защищающий справедливое. И для сына бывает достопочтенным отец, ведущий жизнь кроткую. И сын для отца, и раб для господина, и господин не другим чем-нибудь приобретает себе благорасположение слуг своих. Ибо когда они видят, что он находит удовольствие в смирении и со всеми обращается кротко, то весьма уважают его и удивляются ему, считая владельца своего более отцом, нежели господином. Исследуем же тщательно по силам нашим, какие блага проистекают для смиренных от кротости нравов. Кроткий любезен тем, которые видят его, любезен и тем, которые знают о нем по слуху. И нет никого, кто, слушая похвалы кроткому человеку, не пожелал бы видеть его, приветствовать и непрестанно смотреть на него, считая как бы выгодою для себя его дружбу. И если какие-нибудь люди ссорятся между собой за имущество, то прибегают к человеку доброму и кроткому в надежде, что всякая ссора и несогласие тотчас прекратятся от его доброты. Подлинно, когда случится людям враждовать между собою, то кротость судьи располагает быть кротким и тех, которые легко приходят в негодование и гнев. Другие же, стараясь явиться примирителями враждующих, не могут внушить к себе такого уважения. Так, по моему мнению, в каждом деле убедительный советчик есть тот, кто первый исполняет действия, которые он советует. Посему, когда учитель кротости первый является исполняющим свои советы, то он, как только явится, тотчас укрощает неистовых. И не нужно ему ни убеждений, ни слов, но еще прежде произнесения каких-нибудь выражений он уже водворяет мир. Как луч солнца, являясь тотчас прогоняя тьму, так и человек добрый и кроткий скоро превращает смятение и ссору в мир и тишину. Здесь нужно заметить, что Христос об одних только мирных по образу жизни говорит, что они сыны Божии. Сравните Матфея, 5 глава, 9 стих. Почему же одним кротким он усвоил свое собственное название? Потому что один только тот, кто становится для других виновником дружбы и мира, по возможности подражает Сыну Божию. Ибо как Он, Бог и Господь всех, явившись нам в божественной своей плоти, примирил с людьми святых ангелов, которые были как бы враждебны им, так и человек добрый, братьев, родственников и близких, враждующих между собою, убеждает повиноваться законам Божьим и оставив вражду любить друг друга по заповеди Божией. Подлинно, что жил и в телах наших, то же, что добрый человек в доме, в церкви и в городе, ибо и Павел обыкновенно называет братью, телами и членами друг друга. Сравните Ефесянам 4.25, Римлянам 12.5. Посему тот, кто водворяет дружбу между разделенными и ссорящимися, поступает по слову Павла, убеждая всех не пренебрегать членами и не пожирать друг друга. Таким образом, справедливо сказано, что виновник мира между братьями, соединяющий и скрепляющий разделенных и ссорящихся, имеет такую же силу в церкви, в доме и в городе, какую жилы имеют в телах. А такую силу над другими каждый приобретает тогда, когда он первый является кротким по жизни. Напротив, кто легко приходит в гнев, тот показался бы смешным для других, если бы стал усмирять гневающихся. Аминь. Аминь.